Все люди по большой планете должны всегда дружить. Должны всегда с нее соседи, и в мирном мире жить. Парадная форма, цветы, радостные улыбки и красавица школа. В селе Солганы настоящий праздник. По какому поводу фоквары? Музыкой, бурные веселья. Было тесно в старом школьном здании. Школа празднует сегодня новосельем. Но это сегодня здесь праздник и такая вот красота. А в начале августа здесь еще вовсю кипела работа. Вот так выглядело это место месяц назад. Здание уже было готово, внутри еще частично шла отделка, часть классов уже были оборудованы, а вот вокруг школы только начиналось благоустройство. Некоторые даже и не верили, что строители успеют к первому сентября. Но для районной и сельской администрации это был важнейший объект года. Потому делали все, чтобы первого сентября в Солганах был праздник и новоселье. Большой и огромный труд выполнен было администрацией нашего района. Тут ежедневно или через день минимум находился глава администрации, Рашид Кадырыч, комитет по строительству, Равиль, Мухаммед Штефеддинов, Амир. Все они трудились как бы на славу. Много менять проектные решения приходилось. На ходу оно все менялось, все синхронно с Горачевым, Иваном Александровичем, генеральным подрядчиком, была произведена уникальная работа и с опережением срока. Вы знаете, в прошлом году с опережением срока у ваших соседей в Гагинском районе открывалась школа. А затем со скандалом закрылась, поскольку опережая сроки использовали не те материалы, которые оказались токсичными и все прочее, в этой школе. Не получилось бы так, вот есть опасения. Не будет такого? Гарантируете? Нет, такого ни в коем случае не будет. Мы, соблюдая 44-й закон, конкурсность приобретения материалов, в этих исходные данные по регламенту все было прописано. Все было прописано. Участвовали в конкурсе. И поставлялось оборудование только высокого класса. Только высокого класса. Мы даже не сомневаемся, что вариант Гагинский повторится в Краснооктябрьском районе. Это исключено. В прошлом году проект был составлен таким образом, что одна треть здания была снесена. И мы остались, учились в две третьих здания. Но, конечно, в прошлом году родители вызывало опаску о том, что как будут дети учиться. Но дело в том, что наша бывшая школа, здание школы, оно было, достраивалось и надстраивалось. И поэтому одну треть часть здания снесли безболезненно. То есть стены, они не были затронуты. Поэтому мы благополучно проучились. Вот до весны мы закончили, как обычно, в конце мая. И, соответственно, часть этого здания была снесена. Да, уникальность строительства этой школы в том, что она построена на месте старой школы. Но при этом учебный процесс здесь не прекращался ни на один день. Уникальность в том, что старая школа еще была, дети учились. Мы построили новую. Они ушли в июне на каникулы. А в сентябре пришли в новую школу. Еще один интересный факт. Школа эта строилась по линии Министерства сельского хозяйства России, а не Министерства образования. И главным инициатором этого строительства был Нижегородский министр сельского хозяйства Алексей Морозов. Мы уже вторую школу сдаем. Мы построили одну школу на Бару, Кантауровскую, с нашим участием. Это по линии Минсельхоза. По линии Минсельхоза, да. И вот вторая школа здесь с нуля построена. Есть программа Министерства Российской Федерации. Мы в нее вошли. Школа здесь была очень разрушенная. А детишек надо собирать с 36 сел и деревень. Вот принято было совместное решение районных властей. Доложено губернатору, что есть такая проблема. Губернатором было одобрено о строительстве этой школы. Поэтому в сжатые короткие срочки это задание было выполнено. Губернатор тоже здесь, на открытии школы. Поскольку события это для региона значимые. Все же не каждый день в сельской глубинке строятся современные школы на 180 учебных мест. Я хотел бы, чтобы в этой школе, которой сейчас все есть, для того, чтобы на самом современном уровне получить знания. И потом в жизни эти знания использовали. Я могу сказать, что наша задача правительства области сегодня заключается в том, чтобы создать равные условия для получения конкурентоспособного образования для всех абсолютно наших населенных пунктов. И таких школ появляется все больше и больше. Вот только в этот день мы вводим три новых школы. Первоклашки. Для них эта школа будет самой обыкновенной, поскольку им не с чем сравнивать. А вот учащиеся старших классов уже заждались. Внутри школы еще никто не был. Ходят только слухи, насколько там все здорово. Вот и мечтают, и гадают, что же их там ждет. Там, наверное, все будет новое, красивое. Очень мне охота увидеть актовый зал, спортзал, охота видеть свой класс. Эта школа, она лучше размерами. Оборудование современное там будет. Ну, все новое, неопробованное. А вот родители и учителя, увидев новую школу, пока, пусть даже только снаружи, тут же вспоминают, как учились они, в каких условиях. Ведь их школа стояла здесь, на этом самом месте, всего полгода назад. Многим до сих пор не верится, что такое грандиозное строительство можно свершить. Тут вообще старая школа была. Всего было четыре класса. Она была одноэтажная. Потом ее где-то в 64-м году Михаил Григорьевич Корнилов стал строить второй этаж. И где-то в девятом классе участь, под Новый год, мы перешли в эту, еще в старую школу когда. Но в то время она еще была новая. Но мы тогда радовались, потому что учились в разных школах. И деревянные школы тут были. Тут рядом была двухэтажная школа, уже рушилась. И когда ее, конечно, построили в то время, мы радовались, что вот новая школа, мы очень, так сказать, хотели в ней учиться и так далее. Но пришло, видимо, время, да, стало, видимо, фундамент старой школы стал проседать. Вот ее вставал вопрос о закрытии. Когда я пришла сюда, в Солганскую школу, мы учились даже не в этом здании, которое было здесь старое, а было еще одно здание, деревянное, даже не на этом месте, чуть-чуть подальше. Ну, а потом в пятый класс я перешла в это здание. И в это здание, ну, конечно, мы пришли, для нас была школа, эта школа была и красивая, и высокая. Мы были совсем маленькими. А если сейчас сравнить вот ту красивую высокую школу, которая была здесь буквально год назад, и ту школу, которая сейчас, то совсем другое? Конечно, совсем другое, совсем другое. Естественно, сейчас дети войдут в сказку. Это же сказка. И все удобства, и все кабинеты. И все кабинеты. Не то, что, конечно, было в той школе. Это просто сказка. Мы даже сами не верим, что... И сами рады, и особенно рады мы за детей, что они будут обучаться в такой школе прекрасной. То есть всему свое время. В то время та школа была хороша, но на сегодня она устарела. Конечно, конечно, та школа, естественно, устарела. И последние годы, конечно, мы жили уже не по тому времени. Не соответствовала, конечно, та школа современному времени. Светлана Фомичева приехала на родину с маленькой дочкой из Москвы. Говорит, такое событие пропустить не могла. Самим нам не удалось учиться в таком здании. Хотя бы наши дети. Какое здание здесь раньше было? Очень старое здание. В ужасном состоянии. Аварийным, скорее всего, даже сказать. Теперь мы рады такому событию в нашем селе. Но достаточно интриги. Давайте зайдем в новую школу. Пройдем по коридорам, заглянем в классы. Ой-ой-ой-ой! Это ваш класс? Проходите, по-моему, 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 по-моему. Скажите, довольны или нет? Очень, очень, очень довольны. Ни в одном представании такого нет. Здравствуйте. Оборудования нет. Все работает? Все работает. Нормально. В школьной библиотеке 9 тысяч экземпляров книг, 2000 учебников и 7 тысяч художественной литературы. В том числе все книги по школьной программе. А увидев школьный актовый зал, родители только ахали и разводили руками. Такая же реакция была и в спортивном зале. До того прекрасно, до того все хорошо. Такой великолепный спортивный зал, душевые, все там так прекрасно. Вот, как говорится, в душе такое. Вот при нас такого не было, сам бы учился. Снаружи она красавица, а внутри она просто сказка. Потому что есть аналогичная школа в Шатковском районе. Я там была. Это не школа, а сказка. Просторные рекреации, коридоры, все удобства. Все, что положено. Огромный спортзал, светлый. И все, что положено по Санпину, это и раздевалки для девочек, для мальчиков полностью, и туалеты там внизу для первого класса, для начальной школы. Лингофонный кабинет у нас уже завезен. Ознащение будет, в общем, на 100% по соответствии тем стандартам, которые сейчас приняты. Нина Антоновна Бочкарева, войдя в класс, где будет учиться ее внучка, даже расплакалась. Говорит, не думала, что при жизни в рай попаду. В такой школе только на 4-5. Ну, куда, конечно. Только на 5. Конечно. А вам, дай бог, не ученикам. Все правильно. И вам всем доброго, здоровья. Доброго, здоровья. Доброго, здоровья, будь здесь учиться. Хорошенько. Учите хорошенько. Наверное, будет же хорошо, потому что много лет учите. Вот моя. Надо сказать, что я не молчу. Спасибо большое. Мама, это хорошо. Ну, как здесь плохо учить. Стыдно даже. Я даже оплачу. Я даже оплачу, как я вам хочу учиться. У Галины Ивановны Щербаковой в этом году выпускной класс. Практически все одиннадцатиклассники уже определились, куда пойдут учиться после школы. Большинство выбирают вузы. Они в основном уже определились. И у них направление, направление и юридическое. И они идут... Мальчик у нас один желает поступить в технический вуз, в политехнический вуз. Есть девочки, которые хотят быть психологами, выбирают медицинские профессии. Одна девочка очень хочет поступить, связать свою судьбу со спортом. Наши выпускники, они подтверждают свои знания, поступают во все ведущие вузы. И в Нижнем Новгороде, и в другие, в другие города. Новая школа. Вот то современное оборудование, которое сейчас мы в нашем арсенале, оно должно, естественно, повысить уровень знания. В общем-то, в этом плане в Солганах большие традиции. Отсюда вышло немало известных людей. Конечно, школа, она очень удивительная у вас. Если вспомнить, сколько отсюда вышло людей, которые прославили страну нашу. И подвиги совершились. И некоторые из них, вот Иван Петрович Пегалов, ректор Казанского медицинского университета. Леонид Николаевич Тютиков. Кавалер трех орденов славы. Да что далеко ходить. Вот он стоит, Алексей Иванович Морозов. Он министр сельского хозяйства сегодня целой области. А когда-то тоже первый раз за ручку его привели в эту школу. Чуть позже, после экскурсий по школе, на встрече губернатора с ветеранами села, последние абсолютно искренне высказывали слова благодарности. Действительно, людям, всему селу сделали настоящий праздник. Праздник на многие годы вперед. Я попала как в сказку. Я ни разу еще не заходила в эту школу. И вот сейчас думаю, неужели это правда? Неужели в моем родном Солга не такая школа? Вот, где я выросла и училась. И в этот год 60 лет, как я закончила школу. И вот через 60 лет я делилась в сказку. За это, где будут учиться мои внуки и правнуки. И я горжусь всеми, кто это сделал. И большое спасибо нашему губернатору. Говорят, нам Бог в окошко подал такого губернатора. Да, 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 да. Какого мужа вам нет. Аплодонного. С таким большим сердцем и огромной душой. Хочется петь, кричать на всю страну. Благодарный гимн. Благодарный гимн. Вам, Валерий Павлинович. Дальше. Мородову Алексею Ивановичу. И всем строителям, которые работали день и ночь. Не считались ни с каким временем. Всем низкий поклон и большая благодарность. Заканчиваем в этом году программу ликвидации очередности детских и дошкольных учреждений для детей от 3 до 7 лет. А со следующего года начинаем уже новую программу, она 10-летняя, ликвидации второй смены во всех школах в области. Надо построить 71 школу и 25 пристроек в школу. Представляете, какие задачи стоят? Так в районах-то еще не очень ощущается по второй смене всего 8%, а в нижнем 50 и 70. Во вторую даже больше лучше, чем в первую. Поэтому много очень предстоит сделать. А это только в образовании, а в здравоохранении какие задачи. Культура. Посмотрите, сельские клубы. Мы сейчас начали программу восстановления сельских домов культуры. Ведь в основном их построили комсомольцы в 30-х годах. Была такая тогда программа у комсомольцев, культуру на село. Вот они и встроили. А вот в Ладарском районе мне показали сельский клуб. 1810 году построить. Еще Наполеон к нам не приходил. Даня уже стояла. И до сих пор стоит и служит людям. Вот его надо, конечно, уже сносить. Мы построили два таких типовых клуба. Сейчас посмотрим, как они будут себя чувствовать. И такую же программу, как по фокам, начнем по культуре тоже осуществлять. Покой нам только снился. Работы еще впереди очень-очень много. Потому что накопленный вот такой ущерб, он иногда веками, видите, накапливался. Проблемы накапливались. Мне сейчас часто звонят, говорят, у нас там 100 лет того-то не было, 70 лет того, 40 лет того не было. Ну, это действительно так. Это непростая задача. Но в то же время мы понимаем, как это сделать нам. Знаем, что для этого нужен ресурс. Поэтому нужны рабочие места. Правильно вы говорите. Чем больше людей работает, тем больше у нас ресурсов. Все живем в отделах. Не скрою, было среди множества гостей несколько человек, которые высказывали сомнения. А надо ли здесь, в глубинке, в далеком селе строить такую шикарную школу? Может быть, можно было обойтись чем-то более скромным. Но здесь нужно знать особенности Краснооктябрьского района. Живут здесь преимущественно татары. И только в одном направлении, как бы в самом дальнем углу района, находятся русские деревни. Их довольно много, 36. Эту местность называют здесь Салганский куст, поскольку Салганы – это самое крупное и центральное село в этой стране. Именно поэтому в Салганах и построили такую большую школу, чтобы со всех этих окрестных сел и деревень здесь училась местная молодежь. Жители прекрасно понимают, что если в деревне осталось 5-6 учеников, и содержать там школу уже нецелесообразно. Здесь тем более газифицированные котельные, здесь подвели мы водопроводные сети, и ребятишки будут только с радостью все это смеяться. И народ в том числе. Когда дети находятся в маленьких школах, у них нет социализации, нет у них общения. Поэтому из практики, когда была закрыта первая начальная школа, учеников временно привезли на первые полугодия. Когда во втором полугодии мы в Буяновку, их снова хотели отправить в начальную школу, они не согласились. Они не пошли. Нам все здесь нравится. Сказали, хоть под прицелом даже мы не пойдем. Они так и остались. Поэтому дети очень довольны. Они проходят, общаются здесь, общение. Это большое дело. Несмотря на то, что их приходится возить, там ведь они были у себя дома, в своей деревне. Да, да, да. Но нет, все хорошо. У нас 5 автобусов, подвоз осуществляем регулярно, сбоев никогда у нас нет. В общем, с образованием в этом Солганском кусту теперь проблем нет. Но пока есть проблемы с рабочими местами. Детям учиться есть где, а вот далеко не каждый родитель может найти работу. У нас нету производства. И нам тут говорили, что в будущем, на перспективу, здесь будет строить индушатник. Он на 5 тысяч тонн в год. И мы будем очень рады, если это все сдвинет с места. И дело в том, что здесь будет оставаться молодежь, потому что человек 50, там будет надо рабочих мест. И вот это нам бы очень помогло для сохранения населенных пунктов, в том числе Солгана. Этот вопрос сейчас взяли на контроль и министр сельского хозяйства области, и председатель аграрного комитета законодательного собрания. Думаю, вдвоем они и эту проблему решат. Я думаю, что это явление временное, обязательно здесь что-то построится. Не птицефабрик, так молочный комплекс. И будет хорошо развита земледелие. Поскольку солганская земля, это земля плодородная, богатая, она без унесения удобрений должна давать зерновых 25 центеров с гектара. И здесь должно быть животноводство. В общем, строительство новой школы – это хоть и огромный, но только первый шаг в развитии так называемого Солганского куста в Краснооктябрьском районе. Работа здесь предстоит большая, но она уже началась. Но 1 сентября о проблемах никто не думал. Ученики уже разошлись по домам, а родители и бабушки с дедушками все еще ходили по школе, как по музею. А потом сидели на лавочках в школьном дворе, вспоминали свои школьные годы и жалели, что в их время таких школ не было.